Продолжаем изучение раздела «Теплопроводность» и «Явления теплообмена в окружающей нас среде». План сегодняшней лекции – разобраться с граничными условиями и другими нюансами теплообмена за счет теплопроводности. Начальные условия могут иметь вид. Температура зависит от х и равна константам. Полученное дифференциальное уравнение Фурье, которое мы рассмотрели на прошлой лекции, описывает явление передачи теплоты теплопроводностью только в самом общем виде. Для того, чтобы применить это уравнение к конкретному случаю, совершенно необходимо знать распределение температур в теле в начальный момент времени или знать начальные условия. Кроме того, должны быть известны геометрическая форма и размеры тела, физические параметры среды и тела и граничные условия, характеризующие распределение температур на поверхности тела или взаимодействие изучаемого тела с окружающей средой. Все эти частные особенности совместно с дифференциальным уравнением дают полное описание конкретного процесса теплопроводности и называются условиями однозначности или краевыми условиями. Обычно начальные условия распределения температуры задаются для момента времени Тау равно нулю. Граничные условия могут быть заданы тремя способами. Граничные условия первого рода задаются распределением температуры на поверхности тела для любого момента времени. Граничные условия второго рода задаются поверхностной плоскостью теплового потока в каждой точке поверхности тела для любого момента времени. И граничные условия третьего рода задаются температурой среды окружающей тела и законом теплоотдачи между поверхностью тела и окружающей средой. Законы конвективного теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой отличаются большой сложностью и будут рассмотрены нами далее в специальном разделе курса. И с учетом закона Фурье для процессов теплопроводности для граничных условий третьего рода при заданной температуре внешней среды и законом теплообмена между средой и поверхностью тела можно записать закон Фурье следующим образом формулой 228. Знак плюс или минус в законе Фурье зависит от выбора начала отчета или от выбора начала системы карберин. В расчетах теплопроводности используют, как правило, безразмерную форму записи граничных условий третьего рода. Она перед вами в уравнении 229. Здесь это безразмерная температура Х, безразмерная координата перпендикулярной поверхности теплообмена. Р – характерный или определяющий размер тела. Критерий БИО также присутствуют в этой безразмерной форме записи. И не обошлось без коэффициента теплопроводности теплого твердого тела. Граничные условия четвертого рода задают условия теплообмена на границе идеального контакта двух тел, состоящих из разного вещества с разными физическими свойствами. Перед вами схема, характеризующая стационарную теплопроводность плоской стенки. По обе стороны плоской стенки у нас есть два теплоносителя. Температура теплоносителя слева обозначена как ТВВ-1, теплоносителя справа как ТВВ-2. И рисунок ТВВ-1 соответствует изображению стационарного температурного поля. Температурное поле в плоской стенке будет изменяться по закону 2.2.10. Для любого из слоев, если наша с вами стенка состоит из множества слоев, не из одного слоя, а из многих, то для каждого слоя можно записать равенство 2.2.11. В числителе видим, учтен перепад температур на этом слое многослойной стенки. И под Р понимается отношение дельта-плянда толщины стенки к ее коэффициенту теплопроводности, называемое термическим сопротивлением теплопроводности, и того слоя многослойной стенки. Коэффициент теплоотдачи характеризует интенсивность теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой. Он численно равен количеству теплоты, который отдается или воспринимается единицей поверхности в единицу времени при разности температур между поверхностью тела и окружающей средой в 1.2. Коэффициент этот зависит от многих факторов, но при решении задач теплопроводности теплого тела в большинстве случаев его принимают постоянно. Итак, в этой видео лекции мы рассмотрели формулу нормальных условий и приграничные условия разных родов этой формулы, а также рассмотрели график стационарной теплопроводности в плоской стенке и формулы, применяемые для расчета температурного поля в плоской стенке. В следующей лекции будем рассматривать конвективный тепломассообмен в окружающей среде, закон теплоотдачи, закон Ньютона-Рихмана и признаки ламинарного и турбулентного сочинения.